Кто сегодня есть, кого не было вчера? Поднимите ручки. Классно. Найдите кого-нибудь соседа с конспектом, чтобы подсматривать. И просто записывайте за ним, копируйте. Все, что он там читает, а вы переписываете. Вы можете это сделать на перерыве, просто посмотреть, или если есть возможность, пойдите себе копию сделайте. Потому что мы хотели бы, чтобы все вы были на одной волне. Если вы откроете ваши конспекты, мы на английской букве «Д» и там фраза, заглавие «Что такое пророчество?» Открывайте все. И мы задаемся вопросом, «Что же такое пророчество?» И я надеюсь, что вчера на лекциях мы заложили хорошее духовное основание по поводу «Что такое пророческое служение», да? Надеюсь, что мы вчера показали вам из Писания о том, что показали, какой должна быть церковь в новозаветние времена, и что она должна быть пророческой. И если мы собираемся с вами быть частью пророческой церкви, или пророчествующей церкви, то мы должны дать определение, что же такое пророчество. И после заглавия идет несколько определений, чем является пророчество. Итак, пророчество — это правосглашение данного Богом откровения. То есть Бог дал вам определенное откровение, и вы его правосглашаете. Вы проговариваете его. Это может быть личным. Это может касаться группы людей. И может быть лично для вас самих. Иногда нам самим себе нужно пророчествовать. И сказать, послушай-ка ты, услышь слово Господа, плоть моя. Аминь? Да. Давид делал так. Да? Он говорил своему состоянию, «Душа моя». Почему ты унываешь, печалишься? Душа моя. Славь Господа. Он обращался к самому себе. Иногда нам необходимо пророчествовать самим себе. Есть такой человек Джек Дир, и дальше идет определение, которое он дал состоянию пророчества. Он был профессором в Далласском теологической семинарии, преподавал там. Он является пастырем и также участвует в пророческих служениях. И Джек Дир говорит вот что. Что пророчество — это откровение от Бога, где Он сообщает нам то, что мы до этого не знали или не могли знать через свои естественные чувства, чувствования или переживания. Другими словами, это информация, которую вам открывает Бог. Эту информацию вы не можете получить просто своим естественным зрением, ну, по крайней мере, физическими глазами, и нашими естественными ушками не можем, и никакими другими нашими естественными органами чувств. Это божественное откровение свыше, и только Бог это может знать, или кто-то знает, и Бог делится с нами, чтобы мы могли ободрить других личностей. Да? Если муж Божий или женщина Божия приходит к вам и дает вам откровение, тогда вы четко знаете, что, ну, никто этого не мог знать. Есть несколько вещей, которые вы осознаете. Бог знает меня. И Бог открыл это этому человеку. И теперь мы знаем и подтверждаемся, что Бог не только нас знает, но Он еще и беспокоится о нас, заботится о нас. Потому что Он послал кого-то сказать мне что-то, что только Он мог знать. Поэтому пророческое служение в сути своей является очень ободряющим служением. Следующее определение у вас записано Стива Томпсона. Стив Томпсон, он находится, сработает с Риком Джойнером, в его стаффе работает в офисе. И он сказал, что определение пророчества является вот что. Слышать от Бога и говорить то, что ты услышал, с целью строить, утешать или ободрять кого-то. И определение, которое пастор Стив дает, исходит из Коринфянам, Первая Коринфянам, 14-я глава, 3-й стих. Потому что Новый Завет учит нас, что Новозаветнее пророческое служение будет строить, будет ободрять и будет утешать тех, кто принимает это пророческое слово. И потом идет у нас последнее определение. Это определение из служения в Далласе, в штат Техас, который путешествует в Украину минимум два раза в год, и периодически учит в МЖБИ два раза в год. Но это его определение, поняли? И вот что он говорит. Пророчество — это провозгласить то, что ты понимаешь, что Бог адресует тебе, говорит тебе для выгоды или для блага других. Почему мы говорим такую фразу, такую формулировку, что мы передаем то, что мы понимаем, что Бог говорит? Потому что Бог не диктует слово за словом человеку или пророку, который принимает. Послушайте, у нас нет красного телефона, который дает нам горячую линию с небесами, по которой Бог может говорить конкретно, непосредственно и крайне точно к нам. Мы слышим Бога в нашем духе. Мы распознаем, что это Бог говорит, потому что ранее слышали этот голос. И мы берем вот это божественное откровение, снисходящее, и мы пытаемся его преобразовать в слова нашего языка, для того, чтобы передать его ушам, тем, которые будут слушать, и они, чтобы были благословлены через это и ободрены. В пророческом служении мы никогда-никогда не можем говорить, тыкая пальцем, так говорит Господь. Хорошо? Мы можем употреблять такие фразы, «Я верю, что это пришло от Господа». Вот это слово для тебя. И я хотел бы тебя ободрить этим словом. Позволишь ты ли мне поделиться этим словом с тобой? Таким образом мы представляем себя человеку как равными, не превозносимся равными, как сестра с сестрой, как брат с братом. Потому что моя цель — быть просто сосудом, который использует Бог для того, чтобы ободрить или благословить моего брата или сестру. И потому что я человек, я могу очень-очень легко понять неправильно то, что Бог говорит. Допускаем? Да? У меня, может быть, день был плохой. У меня, может быть, вот такое отношение к чему-то. Имели когда-нибудь плохое отношение к кому-то или предвзятое отношение? Да. И плохое настроение. Вы можете быть злыми, расстроенными? Скажите, вот когда вы в таком состоянии, злые, расстроенные, разочарованные, плохое настроение у вас, может ли быть это причиной упустить что-то, неправильно понять из того, что Бог вам говорит, интерпретировать неправильно? Допускаете? Что оно может повлиять? Наша человеческая натура может повлиять на то, как мы слышим. Поэтому чуть позже в учении мы разберемся с вами, как быть, что нам поможет, в каком состоянии мы должны быть, чтобы лучше слышать от Бога и четче. Если я в ужасном положении, и я высвобождаю Слово Божье к кому-то, это может звучать примерно вот так. Я не знаю почему, но Бог хочет, чтобы я тебе сказал что ты ему не нравишься. Ты достойна, конечно, любви, но... Он может даже не хочет сказать, что он любит тебя. Короче, я не знаю. Естественно, я преувеличиваю. Поэтому лучше преподносить то, что это мы так понимаем, что Бог говорит, когда передаем пророчества. И нам лучше быть на хорошей волне с Ним, чтобы понимать. Хорошо? Хорошо. И когда мы смотрим в Писание, мы можем на языке оригинала найти некоторые слова, которые переводятся как слово пророк. В моей традиции, в моей стране, мы называем это Ветхий Завет, в общинах это называется Танах. Который в оригинале на каком языке написан? Hebrew. Кто из вас говорит на иврите? Нет, не слишком много, да? Не слишком много. Интересно. Когда я служил в Израиле, я служил там в русскоговорящей мессианской общине. Они говорят по-русски. Они говорят на иврите. И ни то, ни то я не понимаю. Hebrew. Hebrew, yes. Ну, иврит чуть-чуть. Ken. Слово да. Ken. Ken. Это слово да. Yes. That's all I know. Oy vey. But you know, amen. Amen. Hallelujah. I know lots of Hebrew words. Okay. So, the Hebrew word for prophet in the Tanakh is nabi. Итак, слово с иврита, означающее пророк, это nabi. Nabi. And I have it written, you have it written there in your notes. Это записано в ваших записях, в конспектах. And it is always translated prophet. И всегда это переводится как пророк. And it means one who hears words or concepts. Это как бы дословно объясняется, тот, кто слышит слово или какую-то концепцию. Hears words or concepts. Слышит принцип или слышит слово. Another Hebrew word is roeh. Следующее слово с иврита roeh. очень часто переводится как видеть или как титул провидец, тот, кто видит. И, естественно, подразумевает того, кто видит картинками или видениями. Слово, которое из греческого с иврита переводится как видение, has the same root word as the word revelation. Имеет тот же корень, который имеет слово откровение. So visions are a means of revelation. Поэтому это однокоренные слова видение и откровение. Поэтому видение можно назвать тоже откровением. Поэтому провидец это человек, который видит больше видениями, картинками. Или может быть видит даже целый клип, то есть вы видите целый ряд действий, которые происходят. Does that make sense? It's kind of a supernatural thing. Это немножечко сверхъестественные вещи. You can just see like this, maybe it's a long movie clip, but you just see it in just brief seconds. Может быть это длинная какая-то история, но вы ее видите вдоль секунд. And you just see it with the eyes of your spirit. И вы ее можете видеть глазами вашего духа. Or you'll see a picture. Или видите просто картинами, отрезками. somehow that picture or that movie clip is associated with the person that God wants you to give revelation to. И каким-то образом вот этот ролик, который вы видите, или вот эти картинки, которые вы видите, они ассоциируются с человеком, которому вы должны передать это послание. And sometimes we'll immediately understand what the picture or movie clip means. И иногда мы мгновенно можем понимать, о чем эта картинка или о чем этот ролик, который мы просмотрели. Other times we may not. Иногда мы можем не понимать смысла. And so when I do not understand what the picture or movie clip means, когда я не понимаю то, что увидел, I simply say to the person, я очень просто говорю человеку, this is what I see. Это то, что я увидел. And sometimes that's enough. И иногда этого достаточно. Because they will understand. Потому что они поймут. And then sometimes they'll give me more information. И иногда в ответ я получу больше информации от них. And then I might then hear a word or a concept that connects with what they just shared with me. И тогда я могу услышать слово или какой-то принцип, который я уже могу понять и передать им. And then I'll give them more of what I believe God is saying. И тогда я могу передать им больше того, что я верю, что им Бог говорит. So that's a seer. They see. And then we have another word that's koseh. И следующее слово хозех. And it is usually translated seer as well. И оно тоже очень часто переводится как провидец или видеть. But it has the... koseh is one who does both. Но хозех это слово, которое вмещает две части. Hears он и слышит и видит. Okay. Now, for those of you who have experienced a little bit of revelation, для тех из вас, у кого уже бывали переживания откровений, how many of you primarily hear? Кто из вас в основном их слышал? Okay. How many of you primarily see? А кто из вас принимает через картинки, через образы, через видения? Okay. All right. We have discovered that people who see more than they hear are usually people who are more tuned in to the right side of their brain. Are you familiar with the different sides of our brain, the left side, the right side? Are you familiar with the different sides of our brain, the left side, the right side? In a brief sentence, left side is more logical, chronological, analytical, right side more creative, artsy, cyclical, and their thinking. And usually most of us are one or the other, predominantly left-brain person, a predominantly left-brain person, and then some predominantly right-brain, and then we all know some people who are no-brain. We have help for the left-brain and right-brain, but no help for the no-brain. We have help for the left-brain and right-brain, for the no-brain. Okay. So I have always been predominantly left-brain. I have always been predominantly left-brain. My wife is predominantly right-brain. So we don't understand each other. After having been married over 30 years, I now understand her more. She understands me more. Since I've been doing prophetic ministry for the last 14-15 years, since I've been doing dream interpretation ministry for the last 15 years, I am now more right-brain than I've ever been. My left-brain and my right-brain have become friends. So they talk to each other now. Okay. So, I say all that to say this. If you're a hearer and you want to be a seer, or if you're a seer and you want to be a hearer, I declare to you tonight, you can be both. You can be both. Okay? Yes. When we get into the New Testament, когда мы идем, смотрим в Новый Завет, который в оригинале на каком языке написан? Greek. Originally in Greek. На греческом в оригинале. The reason was, because Greek was the common language of the day. Причина, почему он был написан на греческом, потому что это был язык обихода того времени. So, the writers wrote the letters in Greek. Поэтому все авторы писали письма на греческом. So that more people could understand. Чтобы большее количество людей могло их понимать. Okay? And so in Greek, we find the word prophetess. На греческом мы даже, мы находим слово про-пророк. And it's translated prophet. И оно переведено как пророк. And it means to proclaim or predict the divine will of God. И оно означает провозгласить или предсказать божественную волю. But it also contains two specific meanings. Но оно также включает в себя еще два значения. The word to is called forth telling. Называется высвободить слово. And forth telling is just to speak a current word, a now word. И это означает вот высказать слово Божье прямо сейчас, вот в данный момент. But also in that word is found the understanding of foretelling. Но также оно включает в себя предсказывать to speak of that which is yet to come. Говорить о вещах, которые только в будущем будут происходить. Которые не касаются настоящего. So we see just like with the old covenant prophets, и вот что мы с вами видим, что так же как ветхозаветные пророки, that the gift of prophecy for the new covenant дар пророчества для нового завета, он снаряжает человека, который говорит, сказать слово на сейчас, и сказать о будущем, о том, что будет свершаться. И идет несколько еще описаний греческих слов определений. To proclaim a divinely imparted message. To proclaim a divinely imparted message. Да, провозгласить божественно переданное вам послание. Or to bring to light something that is hidden. Или вывести во свет то, что было спрятано или утаянно. Это замечательное определение. Мы можем помогать с вами людям понимать им то, что от них было спрятано, утаянно. Разве это невеликолепно? У нас есть Бог, который желает чтобы мы понимали, чтобы нам открылись те вещи, которые были утаяны или спрятаны или невидимы. И он дает откровение делать это. И потом несколько идет у вас следующих страниц, которые идут с словами Ветхого Завета и Нового Завета, которые имеют такое или иное отношение к служению пророчествования или откровения. И вы можете просмотреть это полторы, по-моему, странички, их определения, что они означают. Там даны даже номера стронга. Кто хочет, посмотрите в Библии. Хорошо? All right. And so we're ready for Roman numeral number three. И теперь мы готовы к следующему разделу, пункт номер три римский, кто может пророчествовать. Who then may prophesy? Кто же может пророчествовать? Okay? Who can prophesy? Кто может пророчествовать? Well, Yeah, you're getting ahead of me. Ага, значит слушали меня. First of all, во-первых, those whom God calls, тех, кого Бог призвал, God has always had his prophets. У Бога всегда есть свои пророки, поэтому пустота номер 20 заполняется словом призвал. And Deuteronomy 18, 15 says this. And Deuteronomy 18, 15 says this. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own brothers. Пророк и среды тебя и братьев твоих как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой его слушайте. See? Because God's always had those that he's called to use as his voice to his people. Бог всегда имеет кого-то, кого он может использовать как голос для своих людей, для своего народа. So those whom God calls. Итак, 20 апоститатом записываем слово призывает. Second of all, those with the gift of prophecy. Те, кто имеет дар пророчества. Номер 21, дар. In the New Testament, the gifts are listed in three different places. Снова вспоминаем, в Новом Завете есть три местописания, где дары перечислены. Римлянам 12-я глава, Ефесянам 4-я глава, 1 Коринфянам 12-14. Во всех этих трех местах описывается дар пророчества. Some people have the prophetic gift as a primary gift. И некоторые люди имеют пророческий дар, каких основной дар? Number three, or C? Номер три, или буква C у нас там, who may prophesy? Кто там может пророчествовать? Those whom God chooses. Те, кого Бог выбирает. Номер 22 выбирает. Did you know, знали ли вы, что ослы могут пророчествовать? How many of you have a cat at home? Anybody have a dog? Anybody have a dog? What if you went home tonight, and your cat or dog prophesied to you? As phenomenal as that might be, вообще это возможно, and supernatural, в сверхъестественной сфере, you don't want that to happen. Но вы не хотите, чтобы это с вами произошло. Because if God has to talk to you through your dog or your cat, потому что если Богу придется говорить к вам, обращаться через вашего кота или собаку, that means you haven't been listening to anybody. Значит, вы до этого вообще никого не слышали. Всех, кого он посылал. You haven't been listening to God talk to you. Значит, вы не слышали, как Бог обращается к вам. You haven't been listening to a brother or sister. Значит, вы не слышали, как он говорит через братья и сестер. You haven't been listening to a pastor. Значит, вы явно не слышали, что он говорил через пастора. You're hard to talk to. Значит, вы твердо, ну вот тут очень много, не достучаться к вам. So God's got to prophesy through your cat. Поэтому Богу аж придется попророчествовать вам через кошку или собаку. So Balaam was hard-hearted. Balaam. Balaam was... Balaam был тух на ухо. Не слышал он. And so his donkey had to step in and prophesy. Поэтому ослицей пришлось выйти на сцену и пророчествовать. Number four. Bukva D или номер четыре. Кто там может пророчествовать? Well, we already saw yesterday in the passages we looked at all believers may prophesy. Мы вчера выяснили, да, что все верующие могут пророчествовать. Цифра 23. Все верующие. And once again our scripture pour out my spirit on all people and they will prophesy. 1 Corinthians 14.31 Speaking to the group of believers or you can all prophesy. And then lastly number five. И следующая номер пять, но она у нас не под цифрами, не под номером. Кто может пророчествовать? Цифра 24. Как вы думаете? All who eagerly desire. Все, кто с нетерпением жаждет. Yes. Because Paul says in 1 Corinthians 14.1 Because Paul says in 1 Corinthians 14.1 Eagerly desire spiritual gifts У нас написано ревнуйте или с нетерпением желайте. Especially the gift of prophecy. Amen. All right. Let's look at some biblical truths about New Testament prophecy. Yes. Поэтому давайте посмотрим сейчас на пункт 4 библейские истины о пророчествах Нового Завета. What form is it? It's seven. Oh, this is where we're supposed to stop. Mm-hmm. Ten minutes. Ten minutes. All right. First of all, prophecy finds its origin in the heart of God. Пророчество, буква, пророчество находит свое сердце, свое происхождение в сердце Бога. Цифра 25. Сердце. In other words, prophecy is not from man. Другими словами, пророчество идет не от человека. It's not my thinking. Это не то, что я думаю. It's not my ideas. Это не мои идеи. It's not my opinion. Это не мое мнение. It's not my intuition. Это не моя интуиция. Man did not come up with the idea of prophecy. Человек не появляется с идеей попророчествовать. Prophecy comes out of the heart of God. Пророчество приходит из сердца Отца. Again, because God wants to communicate with you and me. Because he loves us. He wants to have a relationship. He wants us to be encouraged. How many of you need a little encouragement now and then? Кому сейчас надо небольшое ободрение? Yeah. 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 Every day. Каждый день. Yeah. Yeah. And sometimes we get encouragement just by reading the Scripture. But receiving a prophetic revelation is like a boost. But receiving a prophetic revelation is like a boost. and comes from the heart of God. Итак, мы поняли, что оно находит свое происхождение в сердце Бога. Буква Б. Пророчество не следует презирать или умолять. We saw that verse yesterday. So we don't disregard it. То есть мы не пренебрегаем. We don't turn against it. We embrace it and receive it as legitimate ministry of the Lord. Мы принимаем это служение как реальное и легальное от Господа. Буква С. Пророчество цифра 26 подчиняются пророкам. Do you know what that means? Well, I'm going to tell you. Я вам скажу. Это означает никто не может контролировать или давить чтобы высвободить то, что Бог говорит. Это нельзя принудить выйти. In other words, God just doesn't take over a person. Бог не приходит и так не заставляет человека специально услышать. и ты становишься роботом. Бог послал сказать тебе и вы просто выжимаете, выдавливаете и проталкиваете то, что думаете, что Бог говорит. Дух пророческий, он подчиняется пророкам. Я слышу, я принимаю, я перевожу это, трансформирую это в свой язык или в ваш язык, и я высвобождаю в то, что я верю, что это от Бога. И это очень важно, чтобы мы понимали этот пункт. И мы уже сказали вчера, что ни одно пророческое слово не будет идти вразрез с Писанием. Да? Мы также говорили, что новозаветное пророческое служение брат к брату, сестра к сестре, оно для того, чтобы строить, ободрять и утешать. Если я когда-либо верил, что я услышал откровение, но если у меня в моем духе поднялся красный флаг, потому что то, что я услышал и думал, что это пророчество не сообразуется с местом Писания ни с одним, я не буду это продвигать вперед, никому говорить и не буду делиться этим. Вы понимаете? Если для какой-то причины я имею желание если я каким-либо образом хочу, несмотря ни на что, дать это слово и быть таким жестким и нетерпеливым со своим братом и сестрой, кому хочу передать. И я, мне кажется, я думаю, что я слышу такое обличающее слово. Я скорее всего ошибаюсь и я не буду настаивать, чтобы высказать это. Это не как ветхозаветные пророки. В Новом Завете у нас есть даже такое служение пророка, да? И мы будем говорить с вам об отдельном такой позиции служения пророк и кто они такие. Они могут существовать в новозаветных церквях и общинах в структуре власти церковной. И только через структуру церковную Бог направляет, исправляет и корректирует. Но не среди тех пророчеств, которые идут от брата к брату, от сестры к сестре. Понимаете? Мы тогда вмешиваемся, вторгаемся в новозаветную структуру. Если мы пытаемся корректировать и исправлять братьев и сестер вот такими способами, пророчествами. Если вы когда-либо имели просто вот таких брата или сестру которые приходили к вам и говорили мне надо сказать тебе это, Бог вот сказал мне. И вам начинали сразу исправлять, корректировать, говорить, что вы не правы. Согласно Новому Завету это не пророческий дар, который должен двигаться в новозаветной церкви. Для исправления Бог поместил структуру в церкви, у которых есть духовная власть корректировать и исправлять. и мы оставляем это право им. Если вы слышите здесь в этом классе, но если вы также занимаете позицию власти в церкви, вы может быть лидер группы духовной, где вы учите, наставляете людей, тогда может быть Бог может использовать вас, дать вам слово, чтобы исправить или подкорректировать тех людей, которые у вас в подчинении. них. Но мы никогда не используем, не манипулируем пророчеством, чтобы исправлять и корректировать людей, чтобы мы могли манипулировать или контролировать кого-то. Вы понимаете? И поговорим об этом более полно в последнем нашем уроке в пятницу. Итак, напоминаем, что пророчество подчиняется пророкам. Если я хоть где-то как-то сомневаюсь, от Бога ли я услышал, я лучше отступлю и не буду говорить. И под буковкой Д у вас написана цитата Джон Пол Джексона. пророчество это смесь божественного, безошибочного откровения. То, что приходит от Бога, оно божественное, оно не содержит ошибок. Но эта смесь также включает человеческое принятие, человеческий анализ и человеческое понимание. Всякий раз мы можем ошибиться в том, что слышим, что Бог говорит. Только лишь потому, что мы человеки. поэтому должна быть такая человечность всякий раз, когда мы пытаемся служить в пророчествах. Окей? Человеколюбие должно нами двигать. Хорошо? Yes? Do you still love me? Вы все еще любите меня? Time to break. My page just blew off. Time to break. Okay, we'll take a break. Перерыв.